Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерия Седов. 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИД. И сегодня у нас в гостях Мартынов Игорь Сергеевич, заведующий Рязанским центром профилактики борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями ГБУ, РО, Рязанский областной клинический и кожно-венерологический диспансер. Здравствуйте! Здравствуйте! СПИД – это такая болезнь, которая у нас очень стигматизируется, о которой существует много мифов, казалось бы, уже. Сам с того момента, как эта болезнь у нас появилась в СССР и в России потом, очень много мифов, очень много эти мифы разрушали, но они все равно остаются в умах людей. Вот давайте поговорим сначала немножечко об этом. Что же такое этот СПИД и как он влияет на человека, как он меняет его привычную жизнь? Хороший очень вопрос, потому что с самого начала, во-первых, не СПИД, а вирус и модифицизм человека. То есть, есть ВИЧ-инфицирование. А СПИД – это одна из последних, последней стадии вот этого заболевания. Поэтому СПИД – это, так сказать, в обывательской среде, называют, вот он заболел СПИДом. До СПИДа надо, как говорится, дожить, а это не один год. Потому что заболевание, в общем-то, медленно текущее. Ну, по разным данным, кто 8 лет до СПИДа живет, кто 10, кто 6. Все зависит от состояния организма. Но вот вирус иммунодефицита человека, как он проявляется? Как понять, что вот, условно говоря, перед тобой стоит ВИЧ-инфицированный? И что с ним происходит? А никак не понять. ВИЧ-инфекция никак не сказывается внешне на человеке. Если только уже не присоединились к заболеваниям, и он действительно уже не в стадии СПИДа находится. Какие-то заболевания, там, исощение, кожные заболевания. То есть, там можно заподозрить. А так, в общем-то, основная масса людей, 70% стоящих на учете, внешне даже больше никак это не проявляется абсолютно. И то, что ты болен, можно только узнать, сдав кровь у нас в диспансере и вообще в любом медицинском учреждении. Это акция, не акция даже, акция, это что-то такое эксклюзивное. Это процедура бесплатная. Пожалуйста, приходите, обследуйте, все сдавайте, знайте свой ВИЧ-статус. Один из таких главных и серьезных мифов – это о том, как ВИЧ заражаются непосредственно. То есть, изначально вообще были мифы, что там, допустим, даже обычное рукопожатие с ВИЧ-инфицированным, все делает тебя ВИЧ-инфицированным, а уж попить из одного стакана с ним, воздушно-капельным путем, тем же самым, все, это тоже крест на человеке. Как на самом деле передается ВИЧ? Ну, воздушно-капельный путь – это вот ковид, это грипп, это туберкулез. Ну, не буду дальше останавливаться. ВИЧ-инфекция таким путем не передается ни через рукопожатие, ни при укосах комаров, не питаясь вместе с ВИЧ-инфицированными или пить воду или что-то из одного стакана. Так заразиться нельзя. Заражение происходит тремя путями. Казалось бы, все просто, но, тем не менее, эти заражения происходят и ВИЧ распространяется. Это половой путь при недощещённых половых контактах. Это употребление наркотиков внутривенно, то есть, это когда попадает вирус кровь от одного больного человека здоровому. И вертикальный путь – это ВИЧ-инфицированная женщина, беременная, рожает ребёнка, если не стоит у нас на учёте, не проводится ей терапия, а терапия, начатая и проведённая вовремя, снижает возможность заражения с 20-40% плода и ребёнка до 1,5% и менее. Вот эти три пути. Других путей никаких нет. Тогда такой вопрос. Вот один из этих трёх путей заражения, ну, давайте остановимся на двух, то есть, рождение ребёнка отложим пока в сторону. Вот первые два пути. В какой момент нужно, скажем так, забить тревогу и пойти сдавать кровь? Ведь ВИЧ-инфекция, она проявляется не сразу, не в первый же день. То есть, в какой момент и по каким признакам можно заподозрить себе, что, боже мой, наверное, что-то со мной не так, нужно пойти сдать кровь? Ну, положительные результаты можно получить от начала, в общем-то, через три недели после каких-то контактов, не будем углубляться в половых или, не дай бог, наркотики, да, а чаще через три месяца. Но вообще-то это 90, более 90%. Ещё 10% становится, так сказать, кровь положительная до одного года. То есть, полгода, почти 95-96, где-то 4-3-2% до года, до 12 месяцев. То есть, люди, если к нам обращаются, хотят чётко понять, что с ними произошло, заразились они, нет. Они стоят у нас, так сказать, на учёте. Ну, как на учёте, они добровольно приходят. Мы обследуем их в течение полугода, раз в квартал. Главный вопрос. ВИЧ – это приговор? ВИЧ – не приговор, потому что в настоящее время уже более 10 лет есть препараты, есть лекарства, большое количество этих препаратов, которые назначаются, обычно назначаются три препарата. Сейчас, в общем-то, в некоторых случаях даже биотерапия, то есть, схема из двух препаратов, которые позволяют продлить жизнь ВИЧ-инфицированную, не только продлить жизнь, то есть, это не то, что там как-то выживает, а полноценную жизнь, качество жизни у неё не страдает. Ну, практически на том... Они живут столько же, сколько и человек, который не страдает ВИЧ-инфекция. То есть, сколько Господь Бог отпустил ему, столько он и живёт. Если вовремя обращается, обследуется, выявляется ВИЧ-инфекция, назначается терапией. Терапия бесплатная, терапия всем, у кого обнаружены ВИЧ-инфекции, мы предлагаем абсолютно добровольно. Если человек получает терапию, он проводит контроль иммунного статуса, иммунитета, количество вирусов в организме. Чтобы мы знали, что терапия – это не просто, так сказать, принимать таблетки, они, конечно, не апельсины, не бананы, не картофель, это таблетки, это препараты. И знали, что они действенные. Мы всё это контролируем, и 86% тех, которые лечатся, а это почти 9800 человек у нас на родотерапии, оно чётит более 3200. То есть, 86% из них препараты, мы видим, что они работают, что вирус в организме не определяется. А у остальных из 2786, значит, неэффективно. А остальные почему? Не потому, что препараты не действуют, а потому, что человек не заботится о своём здоровье, не принимает их регулярно, пропуски. И, возможно, устойчивость возникает вирус. Так как мы сейчас знаем, сейчас была вера антибиотиков, а сейчас некоторые антибиотики не действуют, и человек болеет, не может поправиться, уменяют. Ну, так, в общем-то, и с вирусом. Тогда такой вопрос. Можете нас проконсультировать по статистике в Рязани ВИЧ-инфицированных? Она идёт на спад, она растёт, она вышла на плата. Как сейчас? Ну, в общем-то, Рязань, Рязанская область относится к регионам со средней распространённостью ВИЧ-инфекции. Ну, за всё время наблюдения выявлено почти 5800 человек. В настоящее время у нас на учёте 3200. Разница, кто-то уехал, кто-то уже, так сказать, ушёл в мир иной, не принимал препараты, или, может быть, отразилось, когда этих препаратов не было. У нас 2700-2800 почти принимают препараты с эффективностью. Если сравнивать ближайшие годы, 2021, теперешний год, то за 10 месяцев, ноябрь ещё пока нет точной статистики, за 10 месяцев прошлого года заразило 175 человек, и за 10 месяцев этого года тоже 175 человек. Если брать, ну, это незначимо, если брать 9 месяцев, то тогда 158-160. Ну, это малые цифры, это разница такая. Посмотрим, что будет в конце года. Ну, я думаю, что, в общем-то, ситуация стабильна, под контролем. То есть, у нас в Рязанской области где-то, наверное, вышла на плату заболеваемость. Ну, мы, естественно, работаем над тем, чтобы она пошла вниз. Ну, а как работаем? Ведь человек только вооружён когда? Когда он знает, в общем-то, как можно заразиться, о чём мы сейчас говорили. То есть, не поступай таким образом, чтобы привело это к заражению. Пути передачи мы сейчас упомянули. Могу сказать, что среди подростков, юношей расстранение значительно снизилось. Сейчас расстранение ВИЧ-инфекции и в Рязанской области, и в общем-то, в России среди такого активного, более активного, трудоспособного населения возраста от 30 до 50 лет. Да, вот так. То есть, около 70%. Небольших по разных регионах, по-разному. Возьмём цифру такую. 70% заразилось вот в этом возрасте. То есть, наиболее активные, трудоспособные, те, которые могут и жить, как говорится, и жить, поживать, и государству приносить пользу. Но, к сожалению, вот так. Больше мужчины, потому что им более свойственно рисковое поведение. Ну, а среди молодого населения, я думаю, в общем-то, наша работа плоды свои даёт, потому что мы ходим и в колледжи, в вузы, в школы, и всё время, не только в связи с днём борьбы со СПИД, да, всемирном, который сегодня, так сказать, мы празднуем, но и постоянно, в общем-то, мы этим занимаемся. Даже в лагеря труда и отдыха, в общем-то, летом, мы постоянно посещаем эти организации и ведём свою работу. То есть, молодёжь даже лучше знает, чем люди более старшего возраста, как передаётся и как будут избежать ВИЧ-инфекции. И это радует, в общем-то. Вы перечислили три пути передачи ВИЧ-инфекции. Может быть, есть какая-то статистика, как в Рязани чаще всего, какой путь самый такой, в кавычках, естественно, популярный у нас? То есть, может быть, мы от чего-то предостережём наших телезрителей? Ну, это популярность, правильно, такая мнимая. 70% заражаются гетеросексуальным путём в Рязанской области. То есть, при незащищённых половых контактах. Значит, мы знаем, что 100%, значит, остальное – это при употреблении наркотиков. И вертикальный путь, он всё-таки существует. Если всё брать за всё время, то это даже 1% нет, 0,9%. То есть, вот пути гетеросексуальные и употребление наркотиков. Вот два основных пути, которые, так сказать, распространяются, ВИЧ-инфекция в Рязанской области. Человек слаб, то есть, если раньше сейчас, вернее, можно вспомнить, в предыдущие годы говорили, что вот ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое распространяется среди алкоголиков, наркоманов, там проститутки, то последние уже много лет, можно сказать, ну, не 10, ну, поменьше, чуть-чуть, может, 5 лет, вот так где-то брать, если. ВИЧ-инфекция вышла из вот этой когорты вот этих людей, которых я назвал, в общую популяцию. То есть, совершенно разные люди страдают ВИЧ-инфекцией, приходят к нам и получают медицинскую помощь. Поэтому я призываю всех, тех, кто меня видит, слышит, в общем-то, думать о том, как вы себя ведете. Если что-то у вас случается, предохраняйтесь, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, наркотики не употребляйте. Вот что могу сказать. Если при том же туберкулезе, то есть, профилактика – это раз в год, это флюорография, есть ли какая-то профилактика проверок в вашем центре? То есть, как часто нужно приходить? Или нужно приходить уже непосредственно после какой-то из опасных связей? Есть какая-то вот такая вот профилактика? Ну, я уже сказал, что любой человек может прийти к нам в центр, в медицинское учреждение и обратиться, чтобы сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. Это на следующий день, ну, там, может, максимум через день он получит результат. Ну, результат он говорит о чём? Дай Бог, чтобы он отрицательный был, что в настоящий момент у него нет ВИЧ-инфекции. Я уже сказал, что положительный результат, если какие-то были сомнительные поведения, такое, там, сомневается, там, как с кем-то, связь или что-то, чаще всего, там, я говорил, три недели, чаще всего через три месяца. Если что-то было у человека, значит, через три месяца он должен повторить, да, и если он продолжает такой образ жизни, вот этот, так сказать, алгоритм, три месяца. Ну, в общем-то, каждый человек должен знать свой статус, потому что, ну, жизнь, она многогранна, да. Кто-то говорит, у меня нет ничего там, но он может соприкасаться с людьми, которые ведут другой образ жизни, и вирус попадает в человеку. Поэтому призываю всех, бесплатно обследуйтесь, приходите, можно анонимно. Ну, смысла в этом я не вижу, потому что, если у человека положительный результат будет, анонимно обследовать и лечить мы не можем, потому что это дорогостоящие препараты, дорогостоящие обследования, просто действительно не для того, чтобы мы как-то распространяли информацию от человека, а чтобы мы узнали, куда эти препараты, куда эти деньги государственные идут. А если человек получает ВИЧ-положительный статус, как ему помогает центр и государство? То есть, как это, таблетки, это лечение? Какое у него? Лечение, я уже сказал, в общем-то, все, весь комплекс лечения, все, что связано, то есть, обследование, там, обследование флюорографическое, ультразвуковое, биохимия, общие анализы все, препараты, как я уже сказал, обследование именно узкоспециализированное, это обследование и исследование вируса, количество вирусов в организме, состояние иммунитета, все это бесплатно, соприленно на регулярность, которая прописана в клинических рекомендациях, все это человек получает. От него только желание и пунктуальность, потому что мы говорим человеку, ты должен принимать препараты, там разные препараты, в основном три раза в день, ты должен, ну, не секунды в секунду, это, извините, не запуск космического корабля, но если ты в обед должен принимать, в обед, в завтрак, в ужин, ты должен принимать, да ладно, я не буду, я в ужин там приму или там сегодня не принял, завтра там двойную дозу, так это не получается, так не должно быть, потому что вирус, извините, он приобретает устойчивость, вот работает над тем, чтобы вакцину создать, но вирус настолько изменчив, что не могут вакцину, быстро он, так сказать, какие-то барьеры ставит, и вакцины недейственны, до сих пор не могут создать вакцину, и достаточно быстро резистентность, устойчивость это медицинским языком, резистентность возникает, и препараты перестают действовать, человек пьет, вроде как одумался, начинает принимать, смотришь, а эффекта нет, вирус в организме уменьшается, а еще и растет, получается менять схему, ну извините, препараты хоть у нас и есть, но они не безграничны, да, и может наступить такой момент, когда препараты просто перестанут действовать, и тогда человек уже, я хочу лечиться, а чем? Давайте в конце нашей встречи подытожим, что нужно делать человеку, чтобы не заразиться, и куда ему следует обращаться. Любому здравомыслящему человеку надо иметь, в общем-то, голову на плечах, да, а если уж, так сказать, какие-то, что-то играет в нем, то тогда думайте о своем поведении, предохраняйтесь, не употребляйте наркотики, и если что-то случилось, если вы хотите знать, заразились вы, не заразились, приходите к нам в центр, приходите в медицинские учреждения, обследуйтесь на ВИЧ-инфекцию бесплатно, и будете спать спокойно. Игорь Сергеевич, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня, и до встречи в эфире.